Всем привет! Сегодня будет опять такая серия коротких выпусков Советов для леса и выживания Если бы кто-то когда-то интересовался этой темой и наверняка слышал о том, что есть такие приоритеты выживания Это огонь, вода, еда, укрытие и навигация Но очень многие забывают, что самый главный приоритет это безопасность Все остальные приоритеты будут подстраиваться под это Появляется это во всем В быту, если вы рубите дрова, чтобы согреться Главным приоритетом также будет безопасность Надо работать так, чтобы топором не ударить себе по ноге Также помимо приоритетов очень важно иметь какой-то план Да, есть такое выражение, что если хочешь рассмешить Бога Расскажи ему о своих планах И да, действительно, это так, что жизнь очень многое заставляет делать добровольно Но тут нет никакого противоречия Все равно должна быть стратегия и тактика Как такое долгосрочное планирование, так и краткосрочное Ну допустим, вот я собираюсь куда-то в лес Там углубиться по какому-то маршруту Разбить там лагерь, поохотиться и вернуться обратно Вот это стратегия А тактика это то, как я буду совершать перемещения, маневры, чтобы все это было комфортно Очень важно иметь такой план И он должен быть разработан заранее Потому что, как известно, если у вас такого плана не будет Неважно, в лесу это, либо в повседневной жизни То этот план за вас придумают другие Либо как-то события так будут развиваться, что вы окончательно там забудетесь Если вы решили спуститься вниз по склону И он такой прямо крутой и скользкая местность Либо особенно ночью Тут есть такой простой принцип, что Если ваши бедра будут направлены вот так вот Вниз по склону Скорость будет набираться неконтролируемо А падение может быть некомфортным Оно может быть как вперед Там слишком большая амплитуда И слишком сильный удар происходит Так и назад Это чревато такими-то травмами позвоночника, копчика А также откидывание головы, может быть, и удар затылком Чтобы этого не происходило Спускайтесь всегда боком Так, чтобы ваша толчковая опорная нога была сзади Определить, какая нога толчковая, очень просто Если представить, что есть какая-то ледяная поверхность И вы хотите разбежаться и проехаться по ней Вот ту ногу, которую вы захотите поставить назад Она есть толчковая Поэтому, если вы спускаетесь боком Падение, если будет, оно будет такое контролируемое Плавное и безопасное Вроде бы такие простые вещи Все их знают Ну, либо хотя бы интузивно понимают Но тут есть ряд тонкостей Во время падения вот такого на бок Основной удар происходит в район бедренной кости Если там будут какие-то камни Либо какие-то острые предметы Можно получить очень такую неприятную травму Очень болезненную Вплоть до того, что вам будет тяжело ходить Поэтому, чтобы этого не происходило Всегда проверяйте, что находится у вас в карманах Вот именно в этой области находятся Карманы Там могут лежать какие-то вещи, которые могут сломаться Там смартфон или навигатор Что-то такое Либо какой-то предмет, который может вас повредить Ключи там или еще что-то такое Поэтому перед спуском оттуда все это убирайте Также еще есть ряд таких тонкостей Если вы используете сидушку Сместите ее на область бедра Это будет такая защита Если вы упадете, даже на камень это вас защитит Если нет сидушки, можно взять тряпку И вот так вот объемно запихать в этот карман Если склон какой-то слишком крутой То можно использовать палку Крепкую палку Использовать ее как альпиншток Вы получаете просто еще одну точку опоры И спуститься становится легче Если склон совсем какой-то опасный То можно двигаться змейкой Вот это хорошо знают горнолыжники Потому что когда они едут вот так вот змейкой Они это делают не для красоты А для того, чтобы контролировать скорость Потому что если ваши бедра направлены вниз по склону Скорость будет нарастать неконтролируема Поэтому большую часть времени они двигаются так Чтобы бедра были как бы параллельно склону Тот же самый принцип можно использовать Когда вы спускаетесь с альпинштоком То есть вы спускаетесь чуть вниз и вбок Закрепившись на какой-то удобной поверхности Вы практически статично разворачиваетесь И спускаетесь в обратную сторону И вот так вот змейкой спускаетесь Этот принцип он будет верен для спуска И на снегоступах, и на лыжах Есть ряд таких спусков Где вы никаким плугом там не съедете Поэтому используйте этот принцип Если вы собираетесь разбить лагерь Всегда думайте о том Не что вы будете строить А что уже построено для вас Потому что в природе очень много всяких вещей Которые уже готовы Там всякие стулья, столы и тому подобные вещи Растут буквально на деревьях Это уже не говоря о том, что и наличие каких-то ресурсов Может быть тоже рядом Там это и вода, и дрова, и всякие укрытия Но если вы собираетесь все-таки что-то строить Используйте самые такие примитивные Легко сооружаемые конструкции Например, такая вещь, как тренога Имеет огромную вариативность применения С помощью нее можно очень удобно готовить Использовать как козлы Для того, чтобы что-то распилить Делать из этого кровати Любые навесы, все что угодно То есть применение у этих вещей просто У этой треноги просто огромное А сделать ее очень просто Причем там не надо ничего приматывать Какие-то хитрые узлы изобретать Просто коротким отрезком веревки Можно двумя узлами это затянуть А чтобы это хорошо затягивалось Можно использовать принцип рычага То есть вы просто проворачиваете одну палку И вся эта конструкция стягивается Чем больше этот рычаг, тем сильнее будет стягиваться Это тоже учитывайте И затягивайте так, чтобы можно было провернуть Также веревка должна быть достаточной крепости Ну и небольшой совет касательно наших любимых ножей Если вы собираетесь нож использовать для охоты Конечно, удобнее использовать нож какой-то тонко сведенный Такой для деликатного реза Но все стали различные И закалка у них различная И такой нож, конечно, должен выдерживать Какой-то проход по костям Потому что как-то вы их хотя бы слегка касаться будете И заводской угол заточки Не всегда может для этого подходить Подобрать вот этот угол Очень легко, без всяких расчетов А просто таким вот традиционным способом Так всегда делали То есть вы проводите ножом по какой-то кости И он должен после этого выдерживать это Но легко проводить То есть, допустим, как вот на этом ноже Который очень хорошо подходит для охоты И по форме, и по закалке Вот от такого действия Любая мура сядет в момент Вот этот нож позволяет Все-таки на каком-то Таком очень остром угле Еще сохранять вот такую остроту И даже брить после этого действия Так вот, после этих действий Нож не должен садиться Он должен даже брить И поэтому вот так вот можно экспериментально проверять То есть, если он сразу тупится От этого делать чуть потупее угол Если можно поднять повыше Он еще не тупится Сделать поострее Все это будет зависительно Именно от стали И от ее термообработки И вот таким экспериментальным способом Быстро подобрать угол заточки И пользоваться этим ножом С очень высокой степенью комфорта И самое главное Не зависеть ни от каких Заточных устройств и расчетов То есть вы просто знаете Именно для вашего ножа Какой угол очень хорошо подходит Но что касается охоты Нож тупит в основном Проходы по костям И когда мы режем мех Вот так сверху Поэтому этих действий Не надо избегать Меха резать изнутри А костей стараться касаться поменьше Особенно это касается Вот диких животных У них кости намного прочнее Потому что они очень много тренируются У них как у спортсменов Кости намного более прочные Особенно это касается птиц У них очень маленькие косточки Кажется, что такая косточка может сделать Но она очень прочная Поскольку птицы летать должны Они должны быть легкими У них кости очень полые Но сверху Вот эта кость Она очень-очень твердая Буквально как стекло какое-то Или как зубная эмаль Поэтому практически любой нож Она может затупить Особенно если вы будете этим ножом Пытаться эти кости рубить Либо давить очень сильно на них Вот этого делать ни в коем случае не надо Разрезать надо по суставам Если хотите расколоть Бейте обухом Если у нас же такой острый обух Для огнива Там как раз 90 градусов Это как зубило будет Кость легко расколется Что маленькая Можно даже большую Бедренную кость так расколоть Но делать этого особого смысла нет Потому что эти кости колются Обычно какими-то острыми Такими частями Вы можете так потом порезаться этим Есть еще такая штука Если вы хотите разделить позвонки Какого-то крупного животного Многие там наслушают Что там надо Как-то крутить ножом Что так делают Эвинг или еще кто-то И не до конца поняв В чем там суть Начинают так делать И ломают ножи Там в чем суть Что у них ножи очень такие узкие И они там не крутят Вот так рычагом Потому что так нож просто сломаешь Они перелезают сначала сухожилия Вокруг этих позвонков А потом между них Просто тыкать начинают Там Нету такого Какого-то крутящего момента Выламываний И вот так вот тыкая Там соединительную ткань Вот этот позвоночный диск Перебиваешь И легко отделить Позвонки То есть там тоже не надо будет Такой какой-то Суровой и силовой работы Также на охотничьем ноже Не должно быть Каких-то вот Рельефа на рукоятке Потому что у вас забивается Всякая грязь Потом ее тяжело очистить Также не обязательно Должен быть упор Потому что Во время разделки Никогда не бывает Каких-то силовых действий Ну а как я уже говорил Там рубить кости И бить по ним Тонко светенным ножом Это приведет к тому Что будут там замины Замины это еще хорошо Как вот на этом ноже Я специально это сделал Чтобы показать Такой замин восстанавливается Очень быстро Это дело там Пара минут Но стали бывают разные Там может быть и сколы Поэтому В таком случае Там это уже будет Серьезный ремонт И нож уже никогда не будет Таким как прежний Ну то есть он будет острым Но он как-то Свою геометрию изменит Потому что придется Стачивать очень большое Количество материала Если понаблюдать За такими вот опытными В лесу людьми С ними такие казалось бы Какие-то мистические вещи Происходят Им постоянно везет То есть там на ловца Зверь бежит И солнце сходит Там где надо И оплыскается Там где удобно И ветер дует В нужном направлении И дым почему-то На них не дует И очень много таких вещей Которые могут показаться Мистическими Но на самом деле Там ничего такого Непонятного нет Эти люди просто научились Предвидеть ход вещей И подстраиваться под это То есть там происходит Как бы не управление Какими-то силами природы А просто понимание Ее законов Вот это собственно И называется Жить в гармонии с природой Вот такие простые советы Спасибо, что смотрели До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok